Радио 54 Для меня наиболее такая сложная история, это когда ребенка вот этого взрослого, его все устраивает. Зачем мне от мамы уходить, мне с ней удобно, меня тут неплохо кормят. У меня, я могу, в принципе, снять себе там отель. При необходимости. Да, четыре раза в месяц. И все, и у меня жизнь вообще-то удалась, у меня вот все хорошо. Потому что, ну, как бы нет дискомфорта, не с чем работать психологу, нет возможности вообще как-то провести вот это отделение. Более благоприятный вариант, это когда ребенок страдает, вот этот уже взрослый ребенок, да, он бунтует. Ну, например, вот история, конечно, я тут изменяю очень все личные данные, но она очень распространенная. Женщина, вот, 30 лет, как только она собирается, живет с мамой вдвоем, как только она собирается выйти замуж, завести свою семью отдельную, активная, у нее все хорошо в плане бизнеса, у нее все хорошо с социальными связями, но как только она говорит о том, чтобы съехать, у мамы образуется какая-нибудь болезнь, что-то сердечно-сосудистое. Вот эта вот женщина, она вспоминает, что в детстве тоже была такая вот у мамы короночка, при каждой ссоре она говорила, там, когда заканчивались аргументы рациональные, ну, ничего, вот умру, и ты вспомнишь, как ты со мной плохо обращалась. И у этой женщины, ну, невероятно страшный ужас, она очень сильно тревожится по поводу маминого здоровья, по поводу того, что мама умрет. Она ее искренне любит, то есть у них вот вне вот этой темы разделения хорошие отношения. Они могут там посмеяться вместе, провести вместе время, там, как-то договариваться по поводу бытовых вещей. Но как только встает вопрос о том, чтобы девочка начала жить отдельно, мама умирает, девочка боится, мы часто отрицаем реальность. Ну, то есть есть какая-то фантазия про идеальную маму, какой она должна быть, или идеального папу. Идеальная мама, которая не виноватит, которая не требует, чтобы к ней там преподали постоянно, которая понимает, что у тебя, у взрослого, есть свои дела, и понимает, что в детстве она тоже не додавала. И, значит, она, на нее какой-то вот луч просветления нашел, и она все осознала, живет своей прекрасной пенсионной жизнью. И ждет только по праздникам. И ждет только по праздникам, да. Вот как будто бы так вот оно может быть. И вот этот вот бунт, и вот эта вот вся боль, это битва за то, чтобы твои фантазии стали реальностью. Понимаете, про что я? То есть вот есть в голове какой-то образ, какой мама должна быть, а реальная не соответствует. И ребенок бьется за то, что я не хочу быть виноватым. Прекрати такое делать со мной. Прекрати меня виноватить. Прекрати от меня требовать. Но это, скорее всего, не прекратится просто потому, что вы этого хотите. С чем реально можно работать? Это можно работать со своей реакцией. Как реагирует подросток? Ну, то есть вот обычно у уже взрослых людей, не отделившихся, у них, в конце концов, вот все вот эти вот взаимные манипуляции, они заканчиваются вот таким, ну, мам! Ну, то есть вот прям уже своей какой-то там истерикой, болью, там, выпивкой, чем-то таким. Взрослый человек понимает, что, ну, вот, да, вот мама сейчас такая. Вот она была всю жизнь такая. Она выросла в той социальной среде, в то время. Она будет требовать, она будет виноватить. Моя ответственность – брать это или не брать. И тогда самое главное, что стоит сделать, это решить, а сколько реально, ну, вот, вы готовы и хотите общаться. А каким образом вы готовы и хотите осуществлять уход и помощь. Так, чтобы, ну, для вас это не было такое, вот, я тоже тебе всю жизнь отдаю. Понимаете, чтобы не входить во взаимные манипуляции. И оставаться, ну, реально в этих рамках. Понимая, что это ваша ответственность, ваш выбор. И смириться с тем, что, да, ваши родители, скорее всего, будут требовательны, недовольны, капризны. Они могут манипулировать и так далее. И тогда в ответ на их манипуляции вы сможете, ну, вот уже с позиции взрослого человека сказать, говорить там какие-то уже я-сообщения. То есть не прекрати вот это, ты всегда вот так вот делала, а в детстве ты мне тоже не додавала. Можно будет сказать что-то вроде того, что, слушай, я вот тебя люблю, я о тебе забочусь вот таким-то, таким-то образом. Но я себя чувствую постоянно, как будто бы ты следователь, и как будто бы ты пытаешься меня улечить вот в этой нелюбви, вот в моем преступлении. Зачем тебе это нужно?